7 февраля 2024 года россияне нанесли очередной ракетный удар по Киеву и применили один из испытательных образцов своего вооружения. Тогда мониторинговые каналы обратили внимание на нетипичную траекторию одной из ракет. Предварительно установили, что это была перспективная крылатая гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон», запущенная из универсального вертикального пускового контейнера с Крымского полуострова. Предварительно эту ракету системой ПВО сбили. А обломки 3М22 нашли рядом с местом падения ракеты, где была повреждена линия электроснабжения. Украинские эксперты тщательно изучили обломки. На нескольких обломках путём лазерной гравировки и методом тиснения выполнена надпись 3Л22, свидетельствующая о конкретном узле конкретного изделия. Кроме того, болты на рулевых механизмах имеют маркировку в виде цифр 26, что является особенностью «Циркона». Александр Рувин, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз в «Телеграм». О создании новой гиперзвуковой ракеты «Циркон» в России заявили в феврале 2019-го. Тогда в Кремле рассказали, скорость её полёта составляет до 9 махов, что приравнивается к 11 тысячам километров, а дальность – более тысячи километров. «Циркон», по информации разработчиков, может поражать как морские, так и наземные цели. Как сообщали российские СМИ, во время испытаний ракета достигла гиперзвуковой скорости, которая превышала скорость звука в 5-6 раз. А Минобороны Российской Федерации заявили, что особенностью гиперзвуковых ракет «Циркон» якобы является её возможность преодолевать любые современные и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны. «Вот как раз на конечном участке далеко ниже скорость была, чем гиперзвуковая. А это означает, что её могут сбивать ракеты, с ней могут бороться комплексы противоракетные, к которым относится «Патриот». И сейчас у Украины из реального как раз могло быть сбито ЗРК «Патриот». Вероятность может отклонение средствами радиоэлектронной борьбы. Ну и ещё у нас, конечно, есть тот же комплекс САМВТИ. Но пока мы не знаем, где он применяется». Но системы ПВО, а позднее и украинские эксперты доказали, что российское новейшее вооружение не соответствует заявленным характеристикам. «Циркон» – очередное российское чудо-оружие, помпезно представленное Путиным в 2019 году. 7 февраля ПВО Украины сбило «Циркон» над Киевом. Своей цели вражеская ракета не достигла. По заключению экспертов, россияне преувеличили возможности «Циркона». Совершенно очевидно, что заявленным тактико-техническим характеристикам ракета не отвечает. Из публикации Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности в Телеграм. Как и не соответствует действительности утверждения российской пропаганды о невозможности перехвата кинжалов, сообщают военные эксперты. В ночь на 4 мая 2023 года в ИСУ впервые сбили российскую гиперзвуковую ракету Х-47 «Кинжал» над Киевской областью. А 16 мая 2023 в Украине сбили ещё шесть путинских якобы несбиваемых гиперзвуковых ракет «Кинжал», выпущенных на Киев. Это подтвердили и в воздушных силах Украины. И эксперты. «Это лонжероны с головкой полётной части. Это аэродинамический руль. На них все одинаковые номера, на всех соответствующие признаки, которые составляют части одной ракеты. И идентифицировать их как части ракеты «Кинжал» не составляет никаких проблем». С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации украинские защитники сбили 25 из 64 аэробаллистических ракет «Кинжал», заявили в воздушных силах Украины. «Нужно сделать вывод, что задача, которая была поставлена разработчикам этих ракет, сделать их такими, которые бы могли проходить современные системы противовоздушной и противоракетной обороны, что более важно, она не была выполнена». За это в России в госизмене за 9 лет обвинили ряд экспертов-разработчиков гиперзвуковых ракет. В конце декабря 2023 года суд арестовал томского учёного Владислава Галкина. Он стал 11-м в общем списке обвинённых исследователей. В одной из последних работ с его участием был описан метод проектирования, который используется для создания ракет «Кинжал», «Сармат», «Циркон», а также гиперзвукового комплекса «Авангард».